Добро пожаловать, ребят, на 12 этап Формулы 1 на Грампли Венгрии. Собственно, Венгрия почти такая же, как Монако трасса, довольно узкая, но опережать здесь всё-таки можно. Есть для этого места, есть нормальные зоны ДРС, ну точнее одна. Вторая это такая себе небольшая зона ДРС. Ладно, переходим к квалификации, где было всё... Поначалу очень плохо, потому что в первом сегменте мне пришлось дважды ехать, два комплекта софта, поскольку первый круг был не очень. В втором сегменте я решил то, что в третий я переходить специально не буду, для того, чтобы можно было идти по стратегии в один пидстоп, но по итогу в трон сек 3 я даже квалифицировался на 15 месте только, что не входило в мои планы, поскольку я планировал хотя бы, хотя бы быть двенадцатым. Но по итогу 15 место, ладно, стратегия в два пидстопа, точнее в один у нас всё равно будет, и это будет стратегия, как обычно, Medium Hard, хотя игра, как обычно, предлагала наоборот стратегию в два пидстопа с софтом и двумя Medium. И причём, если вспоминать в восемнадцатый год, тут были другие составы, это был ультрасофт, софт Medium, то есть, в принципе, по тому, как шины тут живут, то состав шин, в принципе, не этичен. Из-за этого софт здесь используют, ну, как по мне, такое, потому что он здесь особо долго жить не будет. Софте, конечно, будет чуть лучше сцепления страсы, но всё-таки я от этого много не выиграю пока что. Ладно, стартушок вы, собственно, видите перед собой, такая у нас интересная топ-десятка, ну, точнее, стандартная, не так, как было в Германии, где у нас из топ-команд только по одному болиду были в топ-десятке, и при том два последних места, как раз девятая-десятая, занимали два этих болида, и только один болид там был на втором месте именно Red Bull. Собственно, да, у вас стратегия, Medium Hard. В принципе, резина здесь живёт очень и очень неплохо. Ну и переходим к старту. Газ на красные огни, я кое-как срываюсь с места, проигрываю всем тем, кто стартует на софте, а это всем, потому что здесь все решили пойти, точнее, нет, в большей части пошли пойти на софте, вот G-19 тоже был на Medium, но у него та же самая стратегия в два песопа, скорее всего. По внутренней траектории я прохожу большую часть болидов, возвращаюсь себе в свою позицию, плюс выхожу на 12-ю позицию по итогу. Ну и возвращаясь к небольшому разговору про шины, в практике программа на износ шин довольно некорректно, как по мне, работает, поскольку на Medium, когда ты едешь, почему-то игра вот сильно считает, что ты прям уничтожаешь резину, хотя на самом деле Medium здесь за круг тратится от силы на 2,5-3,5%, то есть вот где-то в этом диапазоне, но при этом игра считает, что нет, ты трачешь где-то процентов 10 резины точно. Старт у нас пошел неплохо для меня, также еще и для Батлера, он по итогу вышел в лидеры группы B, также Ферстаппин очень неплохо стартовал, сразу же обогнал обе Феррари, в первом повороте прошел Феттель, а потом поравнялся с Леклером, ну и уже ко второму повороту смог спокойно вырваться вперед. Ну и в принципе, забегая немного вперед, скажу то, что у Ферстаппина был в принципе здесь самый лучший темп, он очень быстро здесь ехал, и с ним никто ничего не смог сделать по итогу. Ну и да, борьбы тут особо у нас нету, мы с Боттесом, точнее я за ним удержался кое-как, обогнали в какое-то время Хюлькенберга, без каких-либо проблем за счет ДРС, потому что он выпал из ДРС моего напарника, потому что вроде бы позади напарника шел Хас, если я не ошибаюсь, ну кто-то из них там шел. Ну и собственно вот, Ферстаппин после своего пит-стопа также еще опережает Хэмилтон на старт-финишный прямой, за счет слепстрима и ДРСа, ну и так как я шел на стратегии в один песок, уже впереди был я у Ферстаппина, и соответственно через какое-то время он меня догнал, и с ним я ничего не смог сделать, поскольку он был на относительно живом софте еще, который давал ему все-таки какое-то преимущество на выходе из поворотов, он лучше выходил и быстрее разгонялся за счет этого. Также позади у нас происходила борьба в группе Б небольшая, Баттлер прорвался, опередил Хюлькенберга, потом чуть не сломался передний антикроу об болит Роса, но им повезло, ну и в принципе начал потихоньку прорваться. С Косли он решил разобраться в Шикане, довольно странное место для обгона, поскольку если вы начинаете бок о бок ее проходить, вы вдвоем теряете кучу времени и темпа, потому что вы выходите очень медленно. Ну и Косли продолжил терять свои позиции, его прошел уже Хюлькенберг или нет, это Рикард уже был, и позади уже видно то, что там есть еще одна Форс Индия и Ботос. Ну и да, забегая вперед, собственно они тоже пройдут Косли, причем Ботос, к сожалению, не сможет пройти его именно на этой прямой, поскольку, я не знаю даже почему, он просто решил, наверное, не проходить. Дайте так сказать, шанс Косли, может быть, все-таки начнет ехать нормально. Но этого не случится, к счастью Ботоса, и уже вот на второй прямой за счет Слепстрим ДРС он смог, в принципе, догнать Косли, ну и Косли еще ошибается на торможении в повороте, из-за чего Ботос поравнялся с ним, к этому моменту уже и Норрис подъехал к ним близко, и Ботос, да, смог его опередить, Норрис же лучше вышел из поворота и также решил по внешней траектории в скоростном повороте опередить Косли. В итоге Косли потерял за полтора сектора, ну и позиции четыре точно. Через какое-то время меня загнали уже Хэмилтон и Леклер. Хэмилтон меня без проблем прошел, конечно, я какое-то время за ним смог удержаться, но Леклеру так и не удалось меня пройти до самого моего, по сути, пидстопа. После пидстопа мы выехали вдвоем с Леклером. Позади Переса, он прямо успел нас в последний момент опередить перед поворотом, решил даже чуть-чуть притормозить, чтобы уж, ну не влезать так вот нагло. Но уже на следующем кругу я без проблем его покажу, точнее как поздним торможением, из-за чего я очень широко вылетел, Перес мне перекрестил траекторию, смог не обойти, но опять же вторая прямая и у меня есть ДРС, мы едем бок о бок и уже второй поворот идет в мою пользу. Я его прохожу и в этот же момент проходит его еще и Леклер. В принципе, я не особо этого хотел, потому что я думал, что Перес может быть, сможет сдержать Леклер какое-то время, я смогу оторваться и сделать, может быть, комфортный отрыв между мной и Леклером, но этого мне не удалось делать, даже после того, как я опередил Рекьярда, мне не удалось так хорошо оторваться от самого Рекьярда и Леклера. И по итогу через какое-то время Леклер опередил Рекьярда, поскольку тот пошел на пидстоп свой. Ну и да, Леклер через круг уже атаковал, собственно, меня, точнее даже Леклер прошел Рекьярда. Я его хотел специально пропустить, чтобы получить от него ДРС и напрямую держаться за ним, так как если бы у него было ДРС, то он бы на это самое время за счет ДРС и слепстрима спокойно бы оторвался бы уже от меня. Ну и да, я пытался, конечно, за ним ехать, но все-таки Леклер был намного быстрее, чем я. Через какое-то время мне инженер сообщил о том, что у Леклера были проблемы. В тот момент уже отрыв был где-то секунд в пять. По итогу я кое-как смог его сократить до секунды к тридцатому кругу, ну и потом начал уже потихоньку, как обычно, мариновать Леклера до последнего круга. И, собственно, вот, да, смог его обойти на последнем кругу без каких-либо проблем напрямой и смог финишировать на четвертом месте, стартовав с пятнадцатого. Да уж, надо как-то заканчивать уже с этими прорывами через весь пилотон, а то хорошим это не закончится. Ну и также, да, это двенадцатый этап у нас, и по итогу новый контракт, на котором мы будем уже обсуждать новые ништяки для нас. Ну и да, надо помнить, что на этот этап нам приехали два обновления средних, связанные с лобовым сопротивлением. И, в принципе, они неплохо так ощущались напрямой, так как крылья у меня стояли 6-8. Из-за чего скорости напрямой у меня особо не было, но благо она была хотя бы в поворотах. Но все равно после этого я понял, что надо нам докачать аэродинамику, по крайней мере взять последние 4 средних обновления на переднюю и заднюю аэродинамику, чтобы у нас было больше прижима и больше скорости. Большие модификации глобальные я брать не хочу пока что, поскольку они будут ехать долго до нас. То есть 3 недели с учетом контракта, а если не брать, то целых 4 недели. То есть это слишком долго для нас, поэтому лучше всего их оставить на последние гонки, то есть перед новым сезоном и уже в новый сезон ворваться с этими модификациями. Также надо продолжать сейчас будет качать двигатель, надо потихоньку качать шасси, ну в принципе, потому что износ у нас пока что шин не очень хороший и хотя бы надо уменьшить износ шин. Но на это все у нас ресурсов особо не хватает, надо выбирать что-то одно и пока что надо будет закончить с аэродинамикой. И да, также по окончанию этой гонки у нас было выиграно соперничество с Норрисом и была сделана, как обычно, задача. Но забегая вперед, ресурсов за это особо много не накинули. Собственно, ситуация у нас в турнире в зачете и в командном. В личном продолжаю бороться с двумя рэдбулами. Гасли неплохо так опустился из-за того, что он провалил по сути этап. Ну и батлер тоже по итогу провалил этап, не знаю, что у него там случилось. Ну и да, начинаем мы уже лидировать над батлером и надеюсь, что в этот раз у нас соперничество будет нормально выиграно с ним, а не так, как в последний раз, когда я там, по сути, за счет того, что я приехал на подиум, смог выиграть его. По поводу контракта тоже интересная вещь случилась, то, что вот ценность. Запомните ценность этого контракта, потому что я немного офигел от того, какой ценность стала после того, как я предложил свой контракт. И причем, ну вы видите то, что я предлагаю, в принципе, я потом еще думал, что может быть еще стоит предложить, но подумал, ладно, в принципе, и этого будет достаточно на первое время. Самое главное, третий уровень ресурсов, чтобы больше их получать. По итогу предлагаю контракт, точнее даже пидстоп третий поставил, и ценность контракта даже уменьшилась от того, которая была изначально с тем прошлым изначальным контрактом, который был намного хуже. Я с этого момента офигел, потому что подумал, ну ладно, надо было все-таки еще немного понаглеть, там скорость модификации третий уровень взять, ну и три отновления на отдел взять. Ладно, модификации, собственно, то, что я говорил, ресурсов, к сожалению, не хватило на две модификации аэродинамики, что печально довольно. Ну и я решил то, что ладно, тогда я брать одну модификацию не буду, чтобы не нарушать аэродинамику на один этап, это примерно Италия, то есть, ну, смысла особо нету. Также думал насчет лобового сопротивления именно уже глобальной модификации, но опять же, четыре недели оно будет ехать, даже если бы я взял уменьшение на одну неделю, то контракт работает только со следующего этапа, и четыре недели я буду просто сидеть ждать, пока приедет эта модификация. Да, если бы она приехала, конечно, то это неплохо так, снизило лобовое сопротивление, и болит бы еще лучше стал ехать, но полторы тысячи ресурсов сейчас за это платить я пока что не готов. Опять же, думаю, то, что куда уже вложить ресурсы, потому что, ну, надо, чтобы они хотя бы хоть как-то работали, и решаю взять первую модификацию в шасси, снизить немного вес. И на этом, ребят, с вами был Warhammer, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и до скорой встречи, пока-пока, и удачи.